И начнем мы с новости, которую сегодня обсуждает вся общественная столица региона. Иркутян хотят лишить права выбирать мэра города. Городоначальника предлагается назначать. Согласно идее, которую выдвинули ряд депутатов Думы Иркутска, кандидата на высокий пост будут выдвигать и утверждать большинством голосов именно городские парламентарии из своего числа. Проект подразумевает, что вместе с мэром думцам придется выбирать еще одного управленца, так называемого сити-менеджера. Он будет решать текущий вопрос, и в то время как мэр займется стратегическими для Иркутска задачами. Узаконить такую двуглавую модель управления столицей региона непросто. Во-первых, нужны поправки в устав Иркутска, во-вторых, в соответствующий закон Иркутской области. Тем не менее, идея уже вызвала массу критики. Так до сих пор нет ясности, как к данной идее относится действующий мэр Виктор Кондрашов. В разных источниках сообщаются разные данные. Сам глава города сейчас в командировке, возможно, поэтому сегодня Дума города сначала назначила пресс-конференцию по данной теме, а потом срочно ее отменила. Получить комментарий по этой теме от иркутских депутатов сейчас вообще сложно, поэтому мы приводим цитаты сторонников новой схемы из официального релиза Думы Иркутска. В Иркутске складывается непростая ситуация, связанная с формированием бюджета города на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. Бюджет города является дефицитным, формирование доходной части бюджета вызывает вопросы. Все это позволит объединить усилия руководства города для преодоления негативных экономических явлений с минимальными потерями, позволит в полной мере осуществлять контроль за деятельностью администрации города Иркутска со стороны депутатского корпуса, а также приведет к экономии бюджетных средств, запланированных на проведение выборов мэра города Иркутска в 2015 году. Это около 40 миллионов рублей. Это вполне нормальная практика. Такая система во многих городах и зарекомендовала себя положительно. Например, в Бурятии. В то же время сделать эту инициативу законом может только Заксобрание Иркутской области. Для этого парламентарии придется внести поправки в свой же недавно принятый закон, по которому прямые выборы мэра в городах и поселках региона должны остаться. Если изменения в закон все же внесут, будет создан прецедент. Еще ни один субъект России свое мнение насчет прямых выборов не менял.